От Кабардино-Балкарии до Якутии и даже Армении. География всероссийских соревнований по гимнастике «Будущая Россия» обширна. 800 спортсменок из 23 регионов страны. Состязания проходят между спортсменками, рожденными в 2007 по 2011 годам. Соревнуются по двум дисциплинам – групповое упражнение и индивидуальная программа. Статус всероссийских эти соревнования получили после успешно проведенных межрегиональных состязаний. Они также прошли в Ульяновской «Татьяна-Арене». Сами организаторы удивлены такому наплыву участниц. По их словам, это лишь подтверждение тому, что будущее у российской гимнастики есть. Несмотря ни на что. Гимнастика будет жить вечно. Мы – спортсмены, мы стремимся, мы идем вперед, мы воспитываем в детях патриотизм, любовь к родине. И нам не страшны никакие санкции, просто потому что мы занимаемся любимым делом. Мы выполняем свои обязанности от и до. Чтобы выполнять свои обязанности от и до, спортсменкам приходится репетировать номера два раза в день, шесть раз в неделю и всегда быть в форме. Также одно из главных качеств – это командный дух. Гимнастки из Нижнего Новгорода, например, называют себя сестрами. Мы уже как сестры. Уже как сестры, да? То есть уже знаете привычки друг друга, да? Мы, можно сказать, прям чувствуем друг друга и понимаем уже, что дальше делать. Командный дух и многочасовые тренировки помогли сборной Ульяновской области завоевать золотые медали среди гимнасток первого взрослого разряда в групповых номерах. Итоги выступлений этой категории подвели в первый день соревнований. Ульяновские девчонки, как это принято говорить, сразу с корабля на бал. Зайдя на самую высокую ступень пьедестала на всероссийских состязаниях, на следующий день уедут завоевывать новые награды. Это какая ваша победа сборной Ульяновской области? Первая, может быть, 31-я? Шестая. Шестая, да. Какие ваши планы вообще, расскажите, что вы собираетесь делать дальше? Завтра мы тоже езжаем на соревнования, собираемся там тоже победить. Гимнастки из Якутии свой номер танцевали под народные песни. Костюмы также передавали национальный колорит республики Сахан. И кажется, у девушек была самая активная группа поддержки. Поболеть и поприветствовать юных участниц в первый день соревнований приехал и губернатор Алексей Русских. Будущая Россия, так называются эти состязания. Но я уверен, что пройдет совсем немного времени, и эти участницы будут призерами на взрослых соревнованиях. А кто-то может быть, станет членом сборной России и покорить весь мир. Всероссийские соревнования пройдут в Татьяна-Арене вплоть до 28 марта.